С начала года в адрес губернатора поступило 90 тысяч обращений. Сейчас вопросы от местных жителей чаще касаются сферы ЖКХ, газификации и строительства. Наша с вами задача – это решить ту проблему, с которой обратился тот или иной житель края. А у нас это носит такой формализованный характер. Мы за обращением жителя не видим жителя. Когда человек обращается с конкретным вопросом, с конкретной проблемой, а ему делают в ответе целый теоретический курс. Непонятно о чем, но только не о его проблеме, не о решении той проблемы, с которой он обратился. Коллеги, вот еще раз говорю, это работа, но на корзину, куда потом они берут эти ответы и выбрасывают. Так вот, еще раз подчеркиваю, за каждым обращением, за каждым стоит человек, стоит житель края с его проблемами. Коллеги, вот проблемами – это неформализованная работа, это работа по содержанию. С настоящим подходом мы должны помогать решать проблемы. Все чаще жители края обращаются к администрации через социальные сети. Отвечать на вопросы на таких платформах, как Инстаграм или ВКонтакте – часть работы специалистов. Как подчеркнул руководитель Центра управления регионом Юрий Шевченко, в сентябре зафиксировано более 7,5 тысяч обращений в социальных сетях. В течение прошедшего месяца у нас зафиксированы были ответы, скажем так, очень доскональные в социальных сетях, когда на достаточно содержательный короткий вопрос ответ занимает по 3-4 страницы, перестаешь перелистывать, и люди тут не хотят читать это все. Они, если бы хотели все это почитать, они бы написали вам письменное обращение, грубо говоря, и вы бы там все это пояснили. Можно быть проще немножко. Обратиться за помощью или задать вопросы напрямую представителям власти можно во время личных приемов. Из-за пандемии их формат изменился. Сейчас жители Кубани могут связаться с вице-губернаторами и руководителями профильных министерств по видеосвязи. Никита Бойко, Ксения Сипко, Анапа-регион.